С предложением установить в Сарапуле памятники выдающимся жителям города или увековечить связанные с ним достижения науки и техники, участники совета выходили не раз. На прошедшем заседании обсуждали проекты сразу трех монументов. Это наше большое непреодолимое желание сделать в городе памятник гражданину номер один, Павлу Андреевичу Башеню. Тут же история, о которой стали часто говорить, и мы должны, конечно, ее открывать и горожанам, и гостям нашего города. Это выдающаяся наша землячка Маргарита Воронцова. И тоже мы как-то в разговорах, в колуварах, вообще нерегулярном пришли к выводу, что память и ее тоже надо увековечить. В планах и установка памятного объекта в честь-то пятилетия первого пассажирского перелета на самолете Илья Муромец по маршруту Сарапул и Екатеринбург-Сарапул. Инициатива о том, что мы должны попробовать в городе установить модель такого самолета Илья Муромец, она тоже витала, но при активном вмешательстве главы республики обрела свой реальный характер, и у него, в отличие от первых двух проектов, уже есть конкретный инвестор. В качестве партнера для проработки первых двух проектов был приглашен скульптор, народный художник России, академик Российской академии художеств, автор многочисленных монументов в России и многих странах мира Владимир Суровцев. Две его работы есть и в Сарапуле. Это скульптуры Надежды Дуровой и Антонины Пальшиной. Владимир Александрович представил несколько эскизов будущих памятников Павлу Башинину и Маргарите Воронцовой в бронзе и гипсе. Когда мы говорим о Маргарите Воронцовой, мне хотелось бы, чтобы мы все-таки попытались подумать, хотя я знаю, кто-то может оппонировать, чтобы мы сделали это все-таки в привязке к Энштейну. У нас на территории нашей страны нигде нет композиции, так или иначе, связанной с Энштейном. Почему? А это дает еще взгляд такой выпуклый. То есть не только местечково, да не только вот здесь вот, а это уже вся Россия. Когда был здесь, мне показалось, что я нашел несколько мест. Но вот сейчас я опять в городе и уже зимой совершенно новый взгляд. Также участникам заседания был презентован проект авиапамятника. Мы хотим в полной версии восстановить, сделать реконструкцию данного летательного аппарата, в который можно будет внутрь залезать в кабину, где будут, в общем-то, все те пульты управления, но в том числе, конечно, с добавлением уже современности и интерактива какого-то. Сделать, безусловно, еще нужно немало. Одна из главных задач – определиться с местом установки скульптур. Машеник, да, у нас кто? Он меценат больше, чем меценат, наверное, насколько мы знаем, насколько мы начитаны. Созидатель. Он заслуживает такого на таком месте, чтобы его было видно, чтобы он был доступен для туристов, для жителей города. Кроме того, активная работа предстоит и в плане привлечения меценатов.